Что ж, всем привет, с вами Стор Чейзер, смотрите мой Жесплей канал, и сегодня у нас стримец по такой замечательной игрушке, как Хроники Валькирия 3. Эта игрушка была эксклюзивом для такой портативной консоли, как PlayStation Portable, короче PSP, ну и позже её вроде как портировали даже на PlayStation Vita, но у меня нет Vita, у меня есть PSP, и даже сейчас я стримлю не с PSP, потому что у меня PSP как бы не хочет, чтобы я стримил с неё. Дело в том, что я уже устраивал несколько стримов напрямую с консоли, но там не было звука, так как у меня не было аудиокабеля, и этот аудиокабель купил, как я уже говорил, и в принципе должно было всё выровняться, должно было всё нормализоваться, но когда я подключаю консоль аудиокабелем к своему компу, то пропадает звук микрофона, абсолютно, полностью выключается микрофон, и как только я включаю микрофон, отключается звук... Нет, не надо мне повторно ролик. И как только я включаю звук микрофона, то отключается звук из PSP. Я не знаю, почему так происходит, хрен его знает, комп у меня тупой, что ещё сказать. Ну, я скачал эмулятор PlayStation Portable, и вот сейчас готов постримить данную игрушку. Почему не вторую часть? Потому что я не знаю, как с PSP перенести сохранение на комп, на эмулятор, но поэтому я решил поиграть в третью часть. И хочу сказать, что эмулятор выдаёт картинку на голову лучше, чем это было в PSP. То есть в PSP там графика немножко хуже, а эмулятор немножко лучше сиделает. И играть я буду с геймпадом от Logitech, как он там называется, F310, если кому-то интересно. Тут раскладка клопок как на Xbox, но думаю, это не слишком будет мешать. Так, 7 человек было на стриме, сейчас 4, видимо, людям не нравятся японские игры. Очень-очень жаль. Они иногда даже лучше, чем европейские и американские. Итак, начнём новую игру на лёгком уровне сложности. Да. И, в принципе, сюжеты третьей части повествуют нам... То есть идёт параллельно с сюжетом первой части. То есть третья и первая части идут бок о бок. В 1935 году... ...и на европейском континенте... Европейский континент был завоёван имперским альянсом на Востоке и Атлантической Федерацией на Западе. В их сопротивлении сгорел практически весь континент. И это событие было известно как Вторая мировая война типа. Но это... Альтернативная Европа. Но... Маленькая Галлия, маленький район... ...хранил в себе очень большое количество рогнитовой руды. Собственно, из-за которого завязалась вся война. И... ...в желании завладеть этим ресурсом, империя объявила войну Галлии. И отправила свои войска на Галлийскую территорию. То бишь, Галлия это... ...как бы настоящая Франция. Вот такой сюжет. Как бы сейчас мы будем наблюдать именно самый разгар этой войны. Только не от лица Галлийской армии. Но это об этом немножко позже. Эээ... Так. Ну, история записала это как битва Галлии. Чтобы защитить... Чтобы защитить свои дома. Эээ... ...небольшая кучка волонтеров... ...короче, ополченцев... ...повела армию в бой. Ну, это нам рассказывают про седьмой отряд, кажется. Я не помню их номер. Вроде это седьмой Галлийский отряд. События которого... ...вокруг которого развязывались все события в первой Валькирия Хрониклс и в аниме. Ну, а за сценой другая война... ...единица помогала спасти Галлию от... ...от уничтожения, грубо говоря. Вот за этих ребят мы будем играть. В третьей части. Этот отряд называется Безыменные. У них здесь нет имен, у них здесь только цифры. Итак. Первая голова... ...на Мелеса. И мы сейчас увидим... ...предысторию... ...того, как образовался Безыменный отряд. 15 марта 1935 года... ...Империя объявила войну Галлии. Северо-восточная... ...крепость Чирландио... ...пала... ...под натиском 25-й военной дивизии... ...бронированной дивизии... ...которая продолжила... ...вторжение вглубь территории Галлии. 20 марта... ...101-я бронированная дивизия империи... ...уничтожила Брюль. Две имперские дивизии объединились позже... ...в горах... ...Нагиар... ...и пошли вперед на армию Галлии. В то время... ...галлийские войска... ...высадили подкрепление. Но, однако, Галлийская армия... ...была уничтожена имперским натиском... ...и Галлийцам пришлось... ...отойти к городу Васил. Ну, в принципе, это вот такой сюжет. Самый-самый основной. Так. Март 1935-го. Мы готовы к атаке... ...против имперской армии. 14-я бронированная дивизия. Лейтенант Кюрт Ирвинг. С фронта и центра. Ну, вот мы и будем играть за вот этого Кюрта. Вот это самый главный персонаж третьей части. Так точно. Я даю командование этой битвой... ...тебе, самому лучшему... ...ученику Лансильской военной академии. Кстати, вот, Лансильская академия. Там же учатся наши... ...старые знакомые из второй части. Аван Казет. А, и Зери. Наша любимая троица из второй части. Давайте покажем истинную силу... ...высшей школы... ...в истории. Может ли он действительно сделать это? Они говорят, что он лучший. Но он только... Но он, типа, только же ученик. Он же не был в боях. Я слышал, что его первая битва была... ...очень оглушитель... ...закончилась оглушительным... ...успехом. Но все же... ...почти все и нас это обычные рекруты. Все ли будет нормально? Может, капитан планирует обвинить нас в чем-то? А ну, заткнулись все! Лейтенант, пожалуйста, представьтесь. Я второй лейтенант Кюр... ...Кюрт Ирвинг. Я буду командовать этой операцией. Черт, я пропустил случайно, да? Ладно. Мы победим вражеские войска... ...без жалости и поражения. И захватим регион в этом... ...захватим контроль в этом регионе. Победим всех противников... ...без последствий. Легче сказать, чем сделать. Лейтенант Ирвинг, объясните свой план. Наши войска сформируют две группы. По пять человек в каждом. Они будут... ...они столкнутся с противником напрямую. А остальные будут по кругу обходить врага с флангов. Только по пять человек. Эти пять человек создадут диверсию... ...чтобы привлечь внимание противника. И после этого основные силы немедленно адыкуют противника из укрытия. Это будет гарантией нашего успеха. Очень интересная стратегия. Ты можешь преуспеть. Да, сэр? Интересно. Вам интересно то, что я сейчас перевожу сюжет? Потому что я хочу проникнуться сюжетом. Ведь сейчас нам предоставляют предысторию того, как лейтенант Кёрт Ирвинг стал командовать безыменным отрядом. То есть отрядом штрафбатников. За которым мы будем играть. Так. Как мне новая игра серии Трансформеры? Я посмотрел стрим. И... Обычно. Ничего особенного я там не увидел. Из Трансформеров. Так. Ладно. Давайте пропустим это все. Хватит. Наверное, из-за моей болтовни все поуходили. Так. Ну, здесь нам обучение говорят. Мы можем здесь посмотреть ролики, какие уже мы видели. Вот и наша, скажем так, глобальная карта. Здесь мы можем посмотреть наши ролики. Про лог там и так далее. И вот первая миссия. Васильская война. Раунд первый. Погнали. Здесь мы можем посмотреть описание. Кто нам будет противостоять. Ну, в основном, как вы видите, скауты. И вот такая вот у нас будет карта. Очень прямая, ровная. Очень легкая миссия. Здесь можно где-то за два, за три хода ее пройти. Даже за два, наверное. Если постараться. Так. И вот наши пять солдат, скажем так. Кёрт, Бруно, Луц, Алоиз и Лайм. Все, кроме Кёрта, это второстепенные персонажи. Ну, поехали. А Кёрт это наш основной персонаж. И, в принципе, чем мне еще понравилась третья часть от второй. То, что в третьей части мы как-то более сильно привязываемся к персонажам. Не нужно бояться. Мы обязательно победим. В третьей части мы как-то привязываемся к персонажам, в отличие от второй. Во второй как-то они... Их слишком много. И они как-то смешиваются. И ничего не поймешь. Так, нам здесь объясняют передвижение. Я буду это пропускать. Ибо я обучение знаю. Касать. Мне не надо объяснять обучение. Мы начинаем двигаться. Так. Кёрт. Я все знаю. Как вы видите, кстати, графика вот здесь намного лучше, чем на PSP. Я как-нибудь, может быть, постримлю именно напрямую с PSP эту игру. Но я вот не знаю. Иди нафиг. Я знаю, как тут атаковать. Ну, в принципе, графика здесь намного лучше, чем в самой PSP. Ах ты, косой придурок. Ну, в принципе, геймплей здесь очень стандартный для Хроник Валькирии. Очень-очень... Это пошаговая стратегия, где мы управляем напрямую войсками. Как надо этого парня добить? Я все знаю. Не надо мне это объяснять. Так, минус один скаут вражеский. Ну, в принципе, эта обучающая миссия, она очень быстрая. Так, не надо мне это все объяснять. Я все это знаю. Здесь можно, в принципе, одним персонажем прорашить и им все сделать. Но я этого делать не буду. Надо и другим дать шанс. Лучше всего здесь играть скаутами, потому что штурмовики... Вот он, наш Кёрт. Штурмовики, они очень мало имеют очков ходу. Так. Четыре высота в голову. Это далеко. Давай по тебе попробуем. Вы, конечно, косые ополченцы. Вот, видишь. Не добил даже. Вот, слабак. Приходится заканчивать ход. А у нас еще один есть. CP. Control Point или Command Point. Хрен его знает, как они называются. Но это не важно. Надо по-быстрому проходить первую миссию. Ибо она очень легкая. Да, я знаю. Заканчиваем фазу. Ну, противник даже двигаться не хочет. Слишком легко. Так, в принципе, вот это такая предыстория. А потом уже мы будем играть именно за отряд безыменных. Вот это я хочу уже сделать. Ибо вот эта вся предыстория, она не... Абсолютно неинтересная. Так, ты убежишь его? Или же... Как и в прошлый раз, когда я здесь играл. Одного выстрела тебе не хватит. Как и в прошлый раз. Одного выстрела не хватило. Оболченцы, вы слабаки! Ни черта не можете. Ну, в принципе, эта часть была по сравнению со второй немного улучшена. Ты не добил его! Как это возможно? Слабак! Я хотел за два хода все сделать. А вы мне говорите, нет, ты сделаешь все за три хода. Давай добивай его уже. А, блин. Сухутя очков в действии. Мало. Ну, придется этим идти. Где он там? Так, галейское ополчение. Слабаки вы, конечно. Ну что, Бруно? Покажи класс. Вот, кстати, гранаты есть, мне интересно. Мне очень интересно, у вас есть гранаты? Да, есть гранаты. Отлично. Знаете, я гранаткой, парень. Ля, он не умер с гранаты? Ни хера себе! Он не умер с гранаты. Что это за скауты такие бронированные? Во второй части там все с гранатой одной умирали. Жестоко. Не, противник будет двигаться, ничего себе. Но мой парень успел засесть в укрытие. Добей его. Вот слабак. Ну, придется за три хода все сделать. Ладно, так уж и быть. Ничего с этим не поделаешь. Ну, хоть за этот выстрел он добил. А то я думал, сейчас придется еще один CP тратить, чтобы его добить. Ну вот, первая вводная миссия пройдена. Мне кажется, что игра немного орет. Поэтому я сделаю чуть тише. Расслабьтесь, так же... Как... Фу, блин. До тех пор, пока вы будете следовать моим инструкциям, победа будет за нами. Ну, все-таки нам ранг А дали. Ну, ладно. В принципе, здесь то же самое, как и во второй части. Таблица, вот это вот, после миссии, сражения. Банально все то же самое. Ну что, мы победили здесь армию небольшую противника. И выдвигаемся дальше. Но наши союзники лошары. Они отступили. Придется нам по северному направлению нападать. Сохранение. Я знаю, что можно сохраняться в битве, но я сейчас этого делать не буду. Результаты битвы, это тоже все знаю. Так, сколько же там тут миссий предстоит? Я вот не знаю, сколько миссий здесь во вступлении. Ну, поиграем. Думаю, этот стрим будет где-то на часа полтора-два, потому что эта игра очень интересная. И мне как бы интересно в нее играть. Так. Захватите вражеский лагерь в зоне 1. Хорошо. Нам будут противостоять скауты и шоктрупперы, то бишь пулеметчики. Ага, не надо допустить, чтобы Кёрт умер. Хорошо. Постараемся. Не лезть на рожон. Так. Все те же пацаны с нами, кажется. Так, вот зона, которую нам надо захватить. Но сначала нам нужно здесь. Ну что, поехали. Я хочу поиграть за безэменных. У них классная черная форма. У этих штрафбатников. Будьте на чеку. Не будьте беспечными. Хорошо. Вы что, я там вторую часть так задротил. Вы что, как это я могу быть беспечным? Ну, хотя нет, я могу быть беспечным. Так, лагеря. Я знаю, что лагеря надо захватывать, чтобы переходить между зонами. Как только мы захватим этот лагерь, мы перейдем в эту зону. Зону 1. Так, кто у нас? Все те же парни. Ну что, берем разведчика. И чё? Ну ладно, короче, воодушевляющую речь там сказал. Так, линия видимости, да? Да что такое? Трава, я знаю, что в траве можно прятаться. Отвалите. Так, шик-трупер имперский. Крепкий парень. Ну да. Ты даже не попал. Не-не-не-не-не, парень, не стреляй. Но мы тебя все равно добьем. Так, у нас 5 команд-поинтов. В этот раз они 4. Нет, ты у этого прицелься. И добей его в этот раз. Молодец! Ого, лутц! Ты мне начинаешь нравиться? Так, идем сюда. Как больше парцанов надо засветить. Да знаю, как я захватывать базу. Отвалите. Жалко снайпера у них. Сейчас бы классно было. Разведчик тут их светит, а мы снайпером выносим. Так, давайте уже походим. Основным персонажем, Кёртом. Или Куртом. Я вот даже не знаю, как правильно его имя считается. Ну, пальмем так, потому что я сейчас еще использую один ход, чтобы походить. Так, противники нас пока не могут засечь, скажем так. Ну, не могут по мне стрелять. Поэтому заходим. Большая ошибка, что вы не в укрытии. Пока, парень. Захватываем базу. Я сказал, захватываю базу. Готово. Готово. Да знаю я. Хватит мне это говорить. Знаю я. Кстати, а кого мы можем из подкрепления брать? Только Кёрта, да? Ладно. Так. Например, ты давай, Бруно. Вы на одно лицо. Два разведчика и оба на одно лицо. Действительно, японцы. Одинаково выглядят даже. Так, поднимем в наглую, вплотную. Чтобы уже наверняка его убить. Хотя, я не уверен. Не, убил, надо же. Слушайте, парни, вы как-то в этом втором бою себе лучше показываете. Так, ну у тебя закончились очки действий. И жалко, ход заканчивается. Ну ладно. Так. Противник начинает ходить. Уже интересно. Курт Вербер? Какой Вербер? Вы о чем, ребята? Курт Ирдвинг. Его вроде как зовут. Или Керт. Курт или Керт. Я не знаю, как правильно. Вроде как Курт. Так, отступление. Нет, отступление для слабаков. Не будем отступать. Так, надо этого парня завести в базу. И этого парня надо завести в базу. А тех двух шоктруперов можно оставить. В принципе, от них мало толку. Сделали бы эмулятор сольки и третий. Я бы прошел первую часть. Потому что первая часть эксклюзивом для PlayStation 3 только. Вот это вот очень обидно для меня было. Так, Курт, иди сюда. Дай-ка глянуть. Ага, там один парень. Давай, перелазь. Пошли к ним. Знакомиться. Отстань! Я знаю, что с ним надо... Не та кнопка. Не та кнопка. Надо ему кинуть гренку, чтобы ему стало весело. Получай подарок! Из Галлии! С любовью! Протупил. Я один ход потратил. Блин, жалко. Ладно. Сейчас мы его все равно добьем. У нас тут еще есть Бруно. Ну что ты пытаешься мне доказать, а? Что ты мне пытаешься доказать, имперский парень? То, что ты слабак, это ты доказал. Заканчиваем ход. И ждем, пока противник походит. Ну и что ты этим пытаешься доказать? Ну, молодец, подошел ты ко мне. Ну, если ты так подходишь, ты будь готов гранатками пользоваться. Ну ладно, это легкие улыбки сложности. Что я хочу? Тут все очень легко. Так, остался у них шоктруппер и кто еще? Что у вас еще осталось? Два шоктруппера и как минимум еще кто-то. Так, зовем сюда еще одного разведчика. Чтобы убить того парня. Это не могу пройти, но ладно. Это вообще нигде не могу пройти. Ладно, постреляем так. Как-то бесполезно. Что, только здесь проходят? Да вы сдурели. Да вы сдурели. Ну ладно. Без проблем. Тогда я как-то уже так подойду. Аккуратненько. Хватит стрелять по мне. Не, ну ты издеваешься так стрелять. Это же моя бабушка слепая. И то лучше попадет. Блин, придется опять им ходить. Да что за бред. Вот не мог ты пять раз попасть. Пять. Бруно, Бруно. Серьезно мы с вами распрощаемся. Я буду играть за отряд безыменных. Которым я очень слишком привяжусь. Ибо я смотрел анимешку. Про хроники Валькирии. Про этот отряд безыменных. И вообще, кстати, хочу сказать, что изначально хроники Валькирии это была, ну, как бы именно игра. А уже потом по ней сняли анимешку. Про хроники Валькирии первое. И про третье. То бишь, про седьмой отряд Галлийского ополчения. Там, где у нас главные герои. Велкин Гюнтер и Алисия. А вторая анимешка уже была про вот этот отряд безыменных. Про Кёрта и его компанию. Как они там партизанскую войну с Империей устраивали. Кто не смотрел, советую посмотреть. Потому что в первую часть Валькирии Хроникл Хрониклс вы вряд ли поиграете. Ибо не у многого, не у многих людей есть. Сонька третья. А вот анимешку можно всегда посмотреть. Да, 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 да. Стреляй по мне, мне насрать. Я сейчас тут в притык подойду и может быть даже промажу. Хотя, как тут можно промазать, но он промазал. Вы только гляньте на него. Бруно, скотина. Эмулятор есть, но там самый простой Тетрис выдаёт 2 FPS. Поэтому я говорю, что эмулятора нет для Соньки третьей. Нет эмулятора. Если есть эмулятор, который выдаёт 2 FPS на Тетрисе, на Соньки третьей, то считайте, это не эмулятор, это так. Чисто побаловаться. Посмотреть главное меню. Так, там врагов нет больше? Если нет, то я захвачу эту базу уже. И выполню миссию. Ибо чем меньше ходов мы потратили, тем, скажем, выше ранг наш будет. Там, господи, не хватило, что ли? А нет, ещё один командпоинт есть. Давай, захватывай уже. Чем меньше мы затратили ходов, тем выше наш будет ранг. Надо ещё над этим поработать, но вы проявили себя хорошо в битве. Окей. Ранг Б дали всё-таки. Ну, слишком много урона получили наши солдаты и слишком много ходов и потратили. Надо было за три хода в идеале тут проходить. Ну, я это я. Я не ищу лёгких путей. Так, чё у нас дальше? Армию мы победили небольшую. И продвигаемся дальше, вглубь вражеской территории. И наступать на базу сейчас будем. Так, и наши войска, кстати, немножко оттестили врага, что очень приятно. И у нас тут видеоролик, который мы, естественно, смотрим. И я, по возможности, буду переводить. Мы победили! Лейтенант Ирвинг был прав. Таким путём мы достигнем нашего назначения и победим в этой битве. Похоже, что он заслуживает то, о чём... Ну, заслуживает слухов о нём. Эта победа не оставила врагам и шанса. Типа того. Ну, в общем-то, победа была заслужена благодаря аналитическому мышлению, хорошо выверенной стратегии и полном понимании противника. То есть, как он будет действовать. Вкратце, он просто гений. Я ничего такого не сделал. Я просто следовал инструкциям, нужным для победы. Не будь таким... Твои цели... Ну, способ того, как ты вёл битву, были просто превосходны. Как твой старый товарищ по школьной парте. Я рад за тебя. Эй, посмотрите на это. Активность вражеских сил в этой зоне начала нарастать. Или просто солдат. Если Вайсел Вайсел пойдёт, Рангридс будет обесточен, типа того. Конечно, Галиска армия собирается здесь ещё повоевать. Ты... Тебе... Ты не думаешь, но ты думаешь, что это? То есть... Нам пришли уведомления из штаба, и вы действительно оцениваете такую ситуацию? Это не так, как это должно быть. мы должны всегда вы должны всегда оценивать действия как наши так и противников я не могу поверить что ты настолько гений что я первый раз вижу этот тип униформы так а мне интересно я смотрел они мышку по третьим хроникам валькирии и я ж не знал с чего все началось так капитан откройте ваши глаза капитан не умирайте вот кстати наши безыменны поднимись 13 нет времени лежать а нет времени сожалеть таким путем все мы скоро умрем и мы все равно будем сражаться в этих битвах посылая отряд пехоты чтобы уничтожить взвод танков это безумие в то же время основные силы используют нас как возможность отступить к отступлению наша армия просто превосходно не так ли черт они отправляют нас как пушечное мясо хватит меня этого что с этим отрядом это же 422 также известная как безыменная это худшие слои общества военные преступники нарушители закона их наказание служите своей стране то есть это штрафбат штаб отправил их а подожди что что штаб отправляет их на всяческие самые опасные миссии которые только возможно вообразить то есть их отправляет на самую передовую грубо говоря этот звук это все моя ошибка капитан из-за меня вы штрафбат да извините вы второй лейтенант курт ирвинг буду называть его курт да это я сэр я генерал карл ислер похоже что вы превосходно провели здесь битву до тех пор пока армия но до тех пор пока армия будет слышаться ваших приказов вы преуспеете я возлагаю большие надежды на вас и надеюсь видеть вас позже так точно а это был не майор но это был генерал да да мне же там какие-то звания по-английски хренов поймешь как генерал сам генерал пришел поговорить с вами лично не сомнений ваше будущее просто блистательно я моляю вас пожалуйста позвольте мне идти за вами это время войны единственные вещи которые мы должны осознать это как сражаться и как победить то есть нет времени делать карьеру надо тупо сражаться он правильная курт мыслит очень правильно генерал что-то квартира генерала уйти с пути да кто такой был гражданский на военном на военный блин на военной зоне грубо говоря это очень редко такое случается письмо что это это гражданский только что обронил это письмо это подпись это же от генерала ислера тук-тук думаю мне это не надо было озвучивать спасибо за то что пришел добро пожаловать лейтенант ирвинг да сэр я думаю я должен сначала вернуть это вам а где вы это нашли я столкнулся с гражданским по пути сюда и я думаю что он его обронил как только я увидел ваше имя на этом письме я решил вернуть вам его немедленно спасибо тебе ты поступил правильно чем я могу вам помочь генерал ох как много текста я уже задолбался я просто хочу дать пару дать тебе совет в твоих следующих действиях или как это encouragement как она переводится я не помню спасибо за то что а спасибо за твой превосходный талант то-то-то-то-то-то-то я я здесь чтобы сделать тебя когда-нибудь известным по всей галии или когда так пожалуйста запомни это с этого момента в общем он надеется что курт и прославится на фигали за свой талант в принципе в галлии таких талантливых людей было всегда много но мне интересно видел ли он то что было написано в этом письме надо действовать очень быстро нельзя чтобы кто-то это увидел длинный какой ролик очень длинный так еще один ролик за что я в игру пришел играть а не в кинцо смотреть всем привет кто только что подошел всем привет ребята за эти своих друзей знакомых этот стрим не будет таким коротким как раньше то бишь он не будет часовым он будет где-то час час полтора где-то два часа ну думаю где-то на два часа его растяну ибо игра очень интересно ладно следующий ролик погнали тук-тук вы звали меня сэр да у меня есть неотложные новости лейтенант ирвинг что эти приказы от командования пожалуйста взгляните а сейчас его кажись подставят до этого ирвинга и вот это мне кажется сейчас его подставят и вот этот вот генерал из-за того что он подумал что курт увидел в письме что содержится ах какая сволочь то скорее все так и произойдет я не знаю сейчас мы узнаем так эти приказы они настоящие этому должна быть ошибка диреева сэшки на манда кими него и он не не будто и не тендок стимура это вполне себе официально но приказы вы будете командовать 422 отрядом но 422 он же он же полностью комплектованная из безыменных это же штрафбат это правильно что 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 это за твое нарушение какое-то какое нарушение каком сражении я требую более тщательного объяснения к счастью я не понимаю это полностью самостоятельно но верха не думать что мне нужно знать как это возможно сегодняшнего дня вы будете команд ваш командующий это лейтенант полковник или как там его хрен узнает рамзай кровь из интерской штаб-квартиры кручу сани муты миды и дэватой суставы сообщи ему то есть отправьте к нему и получи новые указания вы были понижены или как-то типа того так точно сэр короче подставили нашего курта вот как он попал штрафбат время этого они объясняют в аниме там просто сразу действия показывают как они там сражаться как они помогают седьмому отряду скажи седьмому отряду я не блин мы же есть google господи валькирия хрониклс вперед я хочу вспомнить какой-то был отряд в 1 валькирия хрониклс 1 галлийский отряд вроде как-то был ой 7 галлийский отряд я сейчас же посмотрю я же посмотрю так таки скоролевая игра я знаю 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 молодые бойцы ополчине сид галлий это тоже знаю алё гугл скажи мне какой-то был отряд ладно не google давать я зайду на другой сайт где это анимешка есть я просто хочу узнать так валькирия хрониклс так до седьмой отряд все 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 я был прав память меня не подвела так все крутится вокруг седьмого отряда в первой части так ладно мой подарок какой подарок ты не принес себе там с собой там статуэтку еще чего-нибудь не получил приказы от командования чтобы прибыть сюда я ничего не готовил а так ты номер седьмой лейтенант кроу когда вы говорите 7 вы обращайтесь ко мне сегодняшнего дня ты часть 422 взвода точнее отряда ты больше не имеешь имени ты будешь известен только как номер седьмой нет никаких военных записей ваших миссий поэтому вам ребята не нужны имена вы просто преступники предатели там не знаю это причина почему ваш отряд зовется безыменная и под и называя в основном преступники вы имеете ввиду это в общем говоря но если вы на передовой будете рисковать своей жизнью вы можете быть прощены и вернуться в регулярную армию то есть если кто-то признает мои достижения я могу быть переведен в регулярную армию трудно сказать если быть честным я тогда такого никогда не видел я постараюсь сделать все что в моих силах так вот мы получили приказы штаба для безыменных на следующей миссии принеси их мне сумма не понял перед тем как я покинул и я хотел бы знать причину моего перевода сюда откуда черт возьми я знаю просто иди уже что за черт у него вообще нет никаких маневр он действительно офицер тебе сказали этот отец состоит из преступников так вот он 422 взвод чё он кими и ты здесь что ей женщина это вы так приветствуете новеньких мои извинения я просто почувствовал что кто-то сзади меня начал краса и я инстинктивно так поступила в чем дело тринадцатая не думаю что это враг тринадцатый кто это он я был переведен в этот этот сегодня к номер седьмой я хочу поговорить с вашим капитаном меня что игнорируют но мне очень жаль до свидания что не так с этим отрядом я не слышал никаких переводах сегодня это очень срочно в конце концов меня перевели сюда итак здесь есть куча людей дальше я не пойму как перевести я шестой рад приветствовать раз вы познакомиться седьмой рад познакомиться с тобой также я здесь чтобы доставить эти приказы от командования в ваш к вашему лидеру так то как скоро как это возможно фу блин английский язык отстали от меня почему-то все на английском почему никто еще не перевел это на русский меня уже надоело переводить так ладно просто так наш капитан только что погиб в предыдущей битве вы сказали что вы второй лейтенант отлично тогда почему бы вам не принять командование я здесь нет больше офицеров и вы имеете самый высший ранг у вас есть опыт ведения боя я прошел две битвы тогда не должно быть никаких проблем дайте мне посмотреть эти приказы это миссия это же сегодня похоже у нас нет времени чтобы больше болтать прекрасно я возьму командование да пожалуйста короче курта подставили и лодер в травмате класс курт ирвинг только что присоединился к безыменным и опять ролик почему нас сюда не отправят я хочу воевать я воевать хочу чёрт сюжет идет круто он очень круто идет это же японская игра здесь сюжет на первом месте там не кризис какой-то где на первом месте графон блин я пройду эту игру она классная возможно я на стримах я пройду если вам нравится ставьте пальцы вверх рассказывайте друзьям там не знаю в общем распространяйте возможно и пройду эту игру ведь тут сохранение есть вот как вы видите это ж через эмулятор здесь как бы можно сохранять свете тут слоты есть можно не обязательно в игре сохраняться Можно сохраняться непосредственно через эмулятор Он тут свои сохранения имеет Ого, что-то комментариев много прогрузилось Их не было, честно Комментарии сейчас только прогрузились На каком стриме рекорд был 8 человек Пошел вайт скейтбординг Я не помню Но на каком-то был рекорд 9 человек А, или даже 12-13, ого Я уже не помню 9 человек вроде был рекорд на стриме, я помню Но я не помню на каком Вроде как нашел вайт скейтбординге был, да, рекорд Или на GZ Radio, не знаю Кстати, сделай стрим по GZ Radio По лицензии GZ Radio А еще лучше GZ Radio Future Я понял твой тонкий юморок Петросян на тебя прямо веет, Андрей Нахаба GZ Radio Future Ну да, конечно Осталось только купить Xbox Самый первый Дальше, что там Осталось купить Карточку видеозахвата От Авермеди, как минимум То бишь TV-тюнир Затем поменять нематильническую плату Чтобы можно было подключить эту карточку видеозахвата Ну тогда, может быть, я запишу Представляете, сколько это денег уйдет? Ее на ПК нет Фьючер не портировали Я обычную проходил И да, игра японская, я знаю И она 2000 года выпуска Ровно в 2000 году вышла Итак, я был переведен сюда Командованием Я номер седьмой Приятно познакомиться со всеми Седьмой это второй лейтенант Офицер Вот приказы от штаб-квартиры Все слушайте В течение 24 часов Нам нужно проникнуть в город Вазель И уничтожить все вражеские силы До тех пор Мы должны уничтожать вражеские силы До тех пор, пока Основная армия Сражается с основной Основными силами противника Они не смогут нам ничем помочь Поэтому рассчитывайте только на себя И рассчитывайте на быструю победу Вот и все Еще одна Самоубийственная миссия Почему опять мы? Можно задать вопрос? Забудь Тебе лучше держать свой Язык за зубами До тех пор, пока ты не скажешь ничего Этот парень Не Ладно, не обращай внимания Что-то еще? Нет ничего Тогда все Приготовьтесь И следуйте моим приказам в битве Это тринадцатая Докладываю Имперцы На данный момент Засели в городе И отдыхают Это разведывательный отряд Понял Возвращайтесь на базу Да, сэр Это должен быть легкий маневр Шестой Отряд уже готов Это шестой Я думаю, что лучше вам Самим прийти как можно быстрее И отдать нам приказы Хорошо Я выдвигаюсь С пешочком Нормально Что это? Что происходит здесь? То же, что ты и видишь Когда я сюда пришла Все, что я увидел Это танк Ну, кроме всего того Тринадцатая Где остальные? Разве я не говорил Информируя меня обо всем Здесь также есть еще один человек Номер один Он здесь Точнее, номер первая Первая Когда все ушли Когда ты успела Подобраться к врагу Это не было Частью плана Язат и зол Но сейчас не время Жаловаться Противник скорость Сюда подоспеет Если мы не реагируем быстро Тогда мы и отхватим Какие наши приказы? Просто невообразимо Что? В чем дело, седьмой? Дайте мне минутку Конфетки хавают, что ли? Отличный способ успокоить нервы Сожри конфетки Ладно, у меня есть новый план План меняется Нашими номерами мы должны Окружить и уничтожить противника Тринадцатая и я Обойдем с флангу и подождем Первый танк Падает с левого фланга А мы справа А первый танк с левого фланга И атакует Точно? Это такое тактическое построение Их цель Будет сбежать, что ли? Я не понял Немного Они захотят избежать битвы Как только Ну Как только освободятся По правому флангу И тогда мы уничтожим их Сработает ли это? Если ты командуешь Маленьким отрядом Новорождской территории Должен ли ты Выбирать направление Спереди своих совязников? Че что? Ладно, думаю, ты прав Как в таком отряде Могут быть хорошо нарисованные Смысле В смысле Хорошо нарисованные персонажи А, в смысле В штрафбате Такие, типа Женщины милые там были Да, но Чем-то они провинились Либо уже их подставили Так же, как и Курта Джессит Радио За час-полтора пройдет Ребята, у меня на канале Есть прохождение Джессит Радио Если вы хотите так его посмотреть Смотрите Оно уже есть давно Это, кстати Самое первое прохождение Которое я записал Для своего канала И там я, кстати Все переводил Все субтитры я переводил Так Я не хочу дать Противнику больше времени Начинаем операцию сейчас Ну, наконец-то Начинается геймплей У меня же чай весь остыл Напряжно Наконец-то Начинаем операцию Так Риела присоединилась Имка присоединилась И Гусург присоединился Ну, это вот эти вот Наши номера Пожалуйста, послушайте Что я хочу вам сказать Потенциал О, господи Ты мне будешь сейчас объяснить Про потенциал Не надо Я знаю это все Я во вторую часть играл Ох Легкий танк А Эти шоктруперы Разведчики Копьеносцы Если так можно их назвать Ну, то есть Аркетчики И легкий танк Окружить противников надо И уничтожить их Хорошо Пахнали Наконец-то Геймплей Реально кинцо Какое-то Смотрим Так Брифинг Что мы тут имеем Четыре наших Отделения Да Два фланга Так Так Все уже расставлены Деревня Кстати Карта Карты Вроде как Из второй части Алло Очень похоже Ну, сейчас мы увидим Вроде как Из второй части По крайней мере Вот это вот Силостное Или как это Сило Это вроде как Не силостная башня Типа амбар